Добрый день всем, кто доехал. Продолжаем сегодня наш трек Webscale IT. У нас сегодня будет много интересных докладов, очень разнообразных. И начнет сегодня наш трек Рия Космонемьянский из компании Buzzgres Consulting расскажет нам о том, очень глубокий исторический, может быть, немножко философский доклад, о том, как же происходит на самом деле это совместное развитие open-source движения и технологии Enterprise. Пожалуйста. Спасибо. Ну, да, я на самом деле постараюсь минимизировать излишнюю философию, поскольку мы все-таки будем разговаривать о вещах технических, но без некоторой философии, конечно, не обойдется. И в основном, потому что цель этого доклада дать понимание представителям, как и open-source тусовки, так и тем, кто работает над серьезными проектами, где время и деньги, дать представление о том, как эти два мира до сих пор жили и как они, в общем-то, будут жить в будущем. Ну, чтобы было понятно просто, почему я это рассказываю, конечно, слово PostgreSQL в названии нашей компании тут отвечает на многое, но, в принципе, у меня так сложилось, что достаточно смешанный опыт, да, то есть я довольно много работал в вебе, где, соответственно, традиционно open-source по причине, так скажем, бедности всегда был в первых рядах, но в то же время довольно много я поработал в телекоме, когда работал с различными коммерческими базами данных, поэтому этот мир мне тоже до некоторой степени знаком, и какие-то вещи я могу уже проанализировать и рассказать, что, как и куда. Более того, поскольку сейчас не только в России по известным причинам, но во всем мире идея перехода на базы данных с открытым исходным кодом очень популярна, даже там в Америке, где нет санкций на Oracle, не может быть, по идее, потому что откуда они возьмутся, серьезные учреждения вполне себе переходят на PostgreSQL и сталкиваются, на самом деле, с такими же точно проблемами и задают такие же точно вопросы, да, то есть есть такой набор типовых вопросов, которые задают люди, переходя на, еще только планируя переход на продукты с открытым исходным кодом, и, как я сейчас помню, на самом деле, те же самые вопросы задавали IT-начальники, когда планировали переход, например, с HP UX на Linux, да, когда в какой-то момент у Рокова объявил о том, что якобы больше не будет поддержки там метаниума, и все повторяется, поэтому, как бы, раз вопросы одни и те же, то почему бы, как бы, не попытаться на них ответить и в них, соответственно, разобраться. Итак, что вообще такое коэволюция, зачем это все? Ну, собственно говоря, в биологии коэволюция — это когда два каких-то организма, как минимум два, под воздействием одинаковых факторов среды общих, то же самое, что мы наблюдаем в IT, развиваются, влияя друг на друга, да, то есть классический, по-моему, термин, хотя русская Википедия и пишет, что придумал Тимофей Фрисовский, по-моему, придумал его еще Дарвин очень давно, и он описывал, как у орхидеи какие-то там эти самые части цветка росли навстречу удлинению хоботка у каких-то там моли, которая их опыляла, да, то есть ну вот на самом деле не хочу никого назвать молью, и уж тем более кровавый интерпрайз — это та еще орхидея, но тем не менее аналогия на самом деле такая же, и в технике, в принципе, вся эта история довольно как бы тоже много присутствует, то есть и нельзя сказать, что это два таких противоположных мира, которые как там антиглобалисты с банкирами там митингуют и борются друг с другом, а на самом деле это сосуществующие решения, и они влияют друг на друга и изменяются с течением времени, как в хорошую сторону, так и в плохую сторону, и возможно это будет продолжаться дальше еще более интересно. Итак, в технологии мы все знаем, какая коэволюция бывает, ну вот там самый простой пример. Раньше компьютеры были большие, программисты маленькие, вот, теперь как бы все это эволюционировало, появились более высокоуровневые средства разработки, более модные технологии, как результат на самом деле программисты стали приносить результат быстрее, да, то есть бизнес как бы очень радуется по этому поводу, раз, тяп-ляп, продакшн, вот, в результате, да, там, приложение фейсбука в телефоне весит какие-то адские гигабайты, никто, соответственно, его не любит за это, а между тем, на самом деле, это все возникло, говорят, именно возможности этой совместной эволюции, то есть у нас в карман помещается такой хороший сервер старых времен, да, и по стоимости, и по мощности, и по всем прочим вещам. Вот сейчас это в результате получилось, и на самом деле это не хорошо и не плохо, это просто как бы такое устройство жизни, да, то есть мы как люди с техническим бэкграундом всегда ругаемся на подобный технический прогресс, вот особенно я, как человек все-таки из эксплуатации, да, изначально, то есть нет такого админа, который любил бы технический прогресс, это не его профиль вообще, грубо говоря, вот, например, там в порядке собирающейся френд-лента, там, Life Journal, какой она была в свое время, это было прекрасно, удобно и хорошо, по сравнению с этим дергающимся там Facebook, Instagram, которые там неупорядочены и непонятно как тебе что подсовывают. Но жизнь доказала, что для бизнеса это лучше, потому что каким бы это ни было технологически несовершенным с нашей точки зрения, а это позволяет вовлекать новых пользователей, какие-то целые индустрии на этом деле образуются, ну и дальше как бы вот мы теперь с этим живем и с этим разбираемся. То же самое происходит, в принципе, и между энтерпрайзом и опенсорсом. Собственно говоря, чем эти два направления настолько отличаются, что мы их до какой-то степени противопоставляем? Обычно то, что мы называем кровавым энтерпрайзом, это штуки, явно зарабатывающие изначально либо на каком-то реальном секторе, либо пришедшие оттуда, в общем, продающие какие-то услуги, которые построены вокруг именно денег. То есть в кровавом энтерпрайзе обычно главное отличие от веба, веб обычно воспринимается несерьезно, как такой хихиха-ха, а кровавый энтерпрайз, там остановился сервер, все, это миллионные убытки сразу. При этом надо понимать, что когда-то кровавый энтерпрайз тоже был опенсорсен. На заре развития компьютерной техники, в принципе, в основном все программно-аппаратные комплексы, это было взаимодействие академической среды университетов и, соответственно, каких-то промышленных предприятий, а в академической среде всегда как бы публикация данных, это было нормой. Ну и плюс к тому разнообразие железок, странные какие-то всякие там решения, и программа просто распространялась с открытым исходным кодом, просто потому, чтобы запустить его на какой-то другой железке, зачастую нужно было что-нибудь поменять или поправить. Поэтому в 50-е годы запросто это все происходило. И была куча операционных систем и чего-то нет с открытым исходным кодом. Но потом стало быстро понятно, что, во-первых, затраты на разработку очень большие, а во-вторых, в принципе, программный продукт это такая вещь, которую можно продать сам по себе. А дальше, опять же, возникли некоторые issues с тем, что, например, в 69-м году IBM имел большие проблемы с американским антимонопольным законодательством и был вынужден как бы частично продавать и софт, и железо, а все вместе продавать это было трактовано как нарушение антимонопольного законодательства. Но так или иначе, в результате сделалось так, что в интерпрайзе есть закрытый исходный код, есть, соответственно, вендор, который его разрабатывает, держит его в большом секрете, и более того, постепенно стали появляться компании, которые являются такими специалистами по разработке данного софта. То есть, если IBM условный рост из производства арифмометров и поэтому в те или иные периоды жизни делал все, и от аппаратной части до баз данных и какого-то прикладного пола, то, например, Oracle, который появился существенно позже, это была такая уже заточенная команда под делание хорошей базы данных, из которых извлекается прибыль, да, то есть вплоть до того, что первая версия Oracle была не версия один, исключительно по маркетинговым соображениям, да. Былые компании, которые до этого развивались, они до такой не шли, потому что они как бы росли там от техники, а не от того, что они делают коммерческий продукт. В любом случае в кровавом интерпрайзе IT часто считается очень затратным продуктом, особенно, конечно, если какие-нибудь маркетологи считают, вот, и компании далеко не всегда строятся вокруг IT, да, они могут строиться вокруг каких-то совершенно там других вещей. То есть, если это там сотовый оператор, у него, конечно, IT занимает очень большую часть, да, но на самом деле там сеть, особенно GSM-овская сеть, она, это очень дорого, это дорогие специалисты, дорогое оборудование, и это на самом деле там центральный бизнес компании в смысле затрат, да. При этом старая истина такова, что если в какой-то компании внедряется что-то электронное, мы сейчас все это видим, например, их там, например, тех же госуслуг, электронных очередей и тому подобных вещей, то поначалу оно в точности повторяет всю бюрократию бумажную, которая была. Обычно в таких компаниях это все исторически сложившиеся вещи, поэтому, когда, например, программист, пришедший из веба, смотрит на те подходы, которые в такой компании присутствуют, какие-то безумные регламенты, как происходит приемо-сдаточные испытания, как происходит то, сё, пятое, десятое, он просто выкатывает глаза от нелогичности всего этого. А люди, которые с этим живут давно, они знают, почему здесь так принято, да, потому что были какие-то бизнес-процессы, они там, соответственно, эволюционировали в ту или в другую сторону, часть из них отменили, а вот это вот легоси осталось, да, поэтому есть требования такие, сякие, пятое, десятое. И это удивляет людей, пришедших из веба, из опенсорса и так далее. При этом еще одно характерное такое, как бы, ошибочное достаточно представление об энтерпрайзе со стороны веба заключается в том, что люди читают умные книжки о методологиях разработки, о каких-то сексесс-сториях внедрения где-то там, не знаю, на заводах Форда, условно говоря, и думают, что там все хорошо. То есть вот мы-то здесь на Java пишем как-то так, а вот в большом доме сидят большие дядьки, которые, там, у них все покрыто юнит-тестами, все вообще идеально, у них есть тестирование и так далее. Потом они узнают, да, что в каком-то конкретном случае, в этом самом кро-мэнтерпрайзе, там, программист тестирует с менеджером проекта, совместно сидя за компом, новый функционал, да, никакого автоматизированного тестирования нет в помине, документация пишется, как бог на душу положит, потому что это все драйвится бизнесом, а не заботой о создании красивой конторы, которую можно выпустить на IPO, да, поэтому там, как бы, такой screw-up-driven development получается. Ну и старая истина, опять же, что в опенсорсе любой функционал долго и упорно обсуждается, да, то есть длинные перипетии с дискуссиями, хорошо это будет или нет, это иногда раздражает, иногда нет, это хорошо, это плохо, но коммерческий софт, который делается для кро-мэнтерпрайза, обычно разрабатывается по идее того, что если заказчик сказал, что ему это надо, и у него есть достаточно денег, то мы это делаем. Мы не объясняем заказчику, что он козел, просто пропиливаем, чтобы рога проходили в дверь, да, то есть это как бы... И эта идеология, она, с одной стороны, как бы очень удобна заказчику, а с другой стороны, она приводит к удивительным вещам, да, вот в Oracle есть инверсные индексы, которые предназначены для того, чтобы страницы с индексами не перегревались, если очень много параллельных запросов в раке происходит, например. Ну, как бы отлично, они не перегреваются, да, но эти индексы пригодны для очень узкого набора операций в результате, там нельзя сделать ни ренчскана, ничего вообще другого. Но зато вот клиент захотел, получил, заплатил за это много денег. Вот, это отчасти присутствует в интерпрайсных подходах. Open Source вещь немножко другая. Он изначально все-таки в современном своем виде в 80-х годах начался как некоторый такой протест, да, то есть сначала были идеологически веселые люди, они сейчас есть, их очень много по-прежнему, которые это все задумали, начали воплощать, а дальше выяснилось, что это имеет еще много разных бонусов, да, то есть не просто какой-то там фанатик написал что-то суперхорошее, да, там все мы знаем, какие-то есть операционные системы экзотические, которым пользуется 20 человек во всем мире, они самые лучшие вообще, как бы, не вопрос, но только пользоваться ими нельзя ни в какой реальной эксплуатации, потому что им пользуется 20 человек, все. Вот, при этом идеологически они могут быть устроены просто потрясающе, но это как бы музейные экспонаты, чисто академическая подделка в результате. Очень сильно помог опенсорсу, естественно, интернет, это, так сказать, почему он, может быть, не стал таковым в 50-х годах, потому что интернета не было, потому что люди научились легче коллаборировать, и когда уже много людей этим занимается, тратя часть своего времени, естественно, как бы тогда дешевле получается, не нужно таких колоссальных затрат, чтобы вбухивать в это дело силы огромного вендора. Ну, классический пример того, как опенсорс не просто развился, а начал побеждать, это, собственно говоря, появление Линукса как свободной операционной системы, которую поначалу никто серьезно не воспринимал, потому что рынок операционных систем был устроен примерно так. Были клевые технари, которые умели хорошо программировать, которые в какой-то момент вынесло на верх волны такого IT-бума компьютерного, и они там сделали какие-то свои операционные системы и стали резко очень большими людьми в своих компаниях. Ну, история возникновения там компании сам, например, там более-менее там всем известна, да, на эту тему. Вот. И операционные системы стоили неоправданных денег, потому что их начали делать тогда, когда они были, в общем-то, еще сопоставимы по цене с компьютерами, и все это было очень дорого. Но потом выяснилось, что какие-то пользовательские системы стали появляться более-менее дешевые, потому что люди стали пытаться делать это доступней, чтобы компьютеры просто продавались лучше в каждый дом, как говорится. И появился Linux, который, на самом деле, может быть, задумывался и как десктопная система, но он как бы по-прежнему так и задумывается. Год Linux на десктопе наступил, по-моему, 10 лет назад, но, тем не менее, я думаю, что далеко не все им пользуются. Вот. А на северной стороне он как раз очень удачно выстрелил, потому что большие игроки не воспринимали его всерьез, и каждый из больших игроков пилил свой коммерческий Unix. Это колоссально дорогая разработка, и у него были разделенные тестовые юзер-базы, и, соответственно, потихоньку-полигонку, особенно учитывая, что были заинтересованы в независимой операционной системе игроки, тот же Oracle, например, пока у него не было Solaris, вот, эти игроки стали вкладывать большие достаточно деньги в разработку Linux, и консорциумы сделали там огромный прогресс. В результате чего сейчас потихоньку, ну, уже, наверное, более-менее понятно, что какие-то такие реликты типа True64 Unix, компаковский, он уже полностью, да, похоронен, там, HP UX, но я бы сказал, он находится где-то сейчас на грани, то есть по-прежнему много используется по причине Legacy, но уже мало кто считает это очень хорошей операционной системой и сильно выигрывающей по сравнению с Linux. Solaris, да, пока что борется как такое вот единое решение, но Oracle уже при этом в воде с Solaris заявляет, что, вот, извините, у нас есть Oracle Unbreakable Kernel, Linux-овый кернел, который вот на нем Oracle гонять лучше всего. И это вот пример того, как эта эволюция произошла на самом деле. Конечно, я тут довольно сильно упрощаю, но вот тем не менее. При этом, на самом деле, вот этот очень хороший пример того, что четко видно, что вот хороший офис на Linux был нафиг никому не нужен, да, до поры до времени, и он там, в общем, до сих пор достаточно посредственный. Или там хороший email-клиент, ну, такой хороший, не в смысле удобства нас с вами как частных пользователей, а корпоративный email-клиент, да, то есть вот, ну, есть Lotus, есть IBM, да, чтобы там можно было на большую компанию все процессы работы с email грамотно организовать. Вот просто так open source-но это сделать сложно, да, потому что никому не было нужно. А вот что касается, например, производительности базы данных, да, то мы сразу видим, что Oracle в это дело довольно серьезно вкладывался, IBM в это дело довольно серьезно вкладывался, и сразу становится понятно, что за последние годы в Linux появилась куча функционала, которого нет в других операционных системах в том виде, в котором он есть там в Linux, но плюс к тому, поскольку Linux хорошо тестируется кучей народу, относительно хорошо, тут можно много об этом спорить, но тем не менее, сейчас он выглядит очень выигрышно, и во многом благодаря усилиям таких вот больших вендоров. То есть мы сразу можем посмотреть, где эволюция open source и enterprise происходила наиболее успешно, просто тупо по результатам того, что произошло, да, то есть если мы видим, что вот, да, вот эта вот вещь работает хорошо, вот результат. По качеству, вот это ровно то, что я говорил, в былые времена, например, Linux нельзя было сравнивать с коммерческим Unix, сейчас то же самое я наблюдаю, ту же самую картину там с PostgreSQL. Если там 10 лет назад были серьезные споры о том, что быстрее PostgreSQL или MySQL, то сейчас это выглядит уже достаточно несерьезным, потому что полно историй успешного внедрения, мы сравниваем это реально там с DB2, с Oracle и так далее, притом не только вот сейчас в России мы это сравниваем, а сравниваем еще и во всем мире, потому что это успешно происходит очень многие годы сейчас. Мастеркард рассказывал буквально в этом году очень большую сексесс-сторию о том, как они поэтапно внедряли PostgreSQL, и она, кстати, очень как раз показательна, потому что они имеют очень, естественно, развесистую инфраструктуру, и они целиком ориентировались на то, чтобы понизить косты на ее эксплуатацию. И поэтому, естественно, как бы легоси преодолеть и все это смигрировать одномоментно было полностью невозможно, но они подходили к этому делу очень грамотно, а именно достаточно потихоньку на какие-то второстепенные проекты внедряли базу данных, соответственно, набирали экспертизу, работали с ней дальше. Потом, когда они посмотрели, как косты от этого падают, естественно, как бы у них пошло внедрение уже в Mission Critical вещи, и дальше это уже стало более-менее успешно работать. Но, да, что я еще должен отметить, это не отменяет некоторой технологической отсталости open-source. Коммерческие базы данных развивались 40 лет и очень серьезными людьми. Сейчас это отставание где-то нагоняется, где-то есть какие-то даже вещи, в которых есть опережения, но все равно отставание было, но опять же мы можем следить по тем местам, где интерпрайзу очень нужно было, чтобы все было хорошо. И в этих местах все работает гораздо сильнее. То есть с тех пор, как в Postgres появился полноценный бэкап, его применение в интерпрайзе пошло вот такой кривой, то есть расти, расти и расти. До этого просто не было разговора об этом, да? То есть было несерьезно. Пришли люди, которые целенаправленно, имея опыт работы в интерпрайзе, решили какие-то системы заменять. Вот результат сразу как бы сказался. Ну, что значит взять и перейти на open-source продукт? На Linux, на Postgres, там не важно. Здесь у меня цветом загодированы года, и это график там каких-то затрат. Ну, если на эти цифры посмотреть и угадать, какая это валюта, наверное, как бы покажется, что тут речь идет об урокле, но любые совпадения случайны. У нас есть цена лицензии, цена поддержки, цена персонала его обучения. Может варьировать, грубо говоря. Надо понимать, что лицензия занимает очень много. И есть какие-то риски. То есть риски могут быть больше, могут быть меньше, но они все равно есть. Потому что даже с такими традиционными вендорами, во-первых, могут случиться риски, о которых мы все с вами знаем, с проприетарным софтом, который где-то там делается. Во-вторых, при определенных условиях некоторые вендоры могут посмотреть и сказать, что вот, ребята, у вас тут как-то это самое, все совсем плохо, давайте вы нам за лицензию больше заплатите. И такие риски там тоже закладываются, но они довольно минимальны, потому что это все старые контракты, они очень выверенные и так далее. Но если мы говорим про переход, то как может измениться график? График изменится вот так. Я бы сказал, что это очень частая головная боль всех людей, кто планирует это дело со стороны конторы. У нас резко падает до нуля цена лицензии, но это только цена лицензии, потому что миграция, по крайней мере, первые пару лет будет огромной, риски вырастают, обучение персонала непонятно, сколько будет стоить, но поначалу оно будет стоить дольше, поддержка хорошо, если она будет стоить так же, а в ряде случаев может оказаться, что она будет стоить и дороже. Когда Nginx только пошел внедряться в мир, очень все переживали из-за того, что нет никакой документации на английском языке. И люди, которые думали, они внедрить ли нам Nginx вместо Apache или чего-нибудь еще более старого и древнего, они первым делом говорили. Ребята, нам надо сначала потратиться на перевод на английский язык, там какой-то документации, вы что, это какое-то очень страшное дело. Тем не менее, риски добавляют очень большие косты в это дело и могут даже превышать стоимость лицензии. Все боятся, что база данных не справится с нагрузкой, что есть какое-то долбанное сообщество, с которым вообще непонятно, что делать, потому что нет его аналога в интерпрайзе. То есть с вендором можно договориться и вендора можно прожимать. Это же как бы скилл, который все руководители умеют лучше всего. Они это пытаются делать иногда с open source, но получаются результаты очень удивительные. И дальше нужно разбираться. Чем больше путь сходной графики, тем проще будет перейти. Тут все понятно. В химии есть такое понятие, как энергия активации. Чтобы произошла химическая реакция, нужно сначала системе сопроводить какую-то энергию, и тогда реакция куда-то там пойдет. Вот для того, чтобы такой переход оправдывал затраты на миграции и так далее, нужна какая-то энергия активации. С кровавым интерпрайзом тут все просто. Энергия активации — это обычно деньги. И вообще любая энергия в таких вещах измеряется весьма тупо и утилитарно. Во-первых, после перехода должна начаться экономия и желательно понять, когда. То есть если мы говорим, что миграция стоит X, то должен быть график, когда отобьются стоимости лицензий. И, как правило, по нашему, например, опыту, говорить, что они отобьются сразу невозможно. Отбивка начинается через 2-3 года и так далее. Саксестори, которые большие западные конторы, из банковского сектора, тот же Мастеркард репортуют, там они говорят, что иногда и 8 лет это может занимать, потому что какие-то вещи начали давно переводить, как только это началось. То есть тут как бы ждать моментальных успехов не стоит. Ну и риски должны быть как-то понятны. То есть можно, конечно, энергию активации понизить другим способом, а именно увеличить страновые риски, и тогда сразу станет будет там все понятно. Но здесь речь идет не только о страновых рисках. То есть здесь могут быть самые разные риски. То есть Google Analytics имеет обыкновение платную свою поддержку внезапно начать продавать за адские деньги, потому что посчитать, что трафик пошел большой. Это риск, который очень тяжелый. Я знаю компании, которые кидались переписывать аналитику своего сайта, просто потому что Google внезапно захотел с них денег, несопоставимых с их годовым бюджетом. Такие случаи бывают. С Oracle такие вещи тоже бывают. Но там, конечно, я говорю, все мягче, потому что старые договоры, и все-таки как бы там все сильно более зарегулировано. Что нужно для решения этих двух проблем? Нужна совместная эволюция. И тут как бы я Америку открывать не буду. Почему только вместе? Во-первых, комьюнити, даже если захочет, не сможет изображать из себя коробочного вендора. Не бывает. То есть, ну, как бы это просто разные скиллы. Интерпрайз никогда не будет мириться с тем, что ему будут вместо там SLA рассказывать, ой, у нас такое все расширяемое, вы можете сами поучаствовать, сами попробуйте и так далее. У этих людей есть чем заняться в этой жизни. Они не будут в этом участвовать. На самом деле, примерно такая эволюция и происходит. Во-первых, производители ПО влияют. Как я уже говорил про Oracle и Linux, они потратили огромное количество времени и денег на то, чтобы улучшить Linux, и результат не замедлил. Microsoft тоже дофига вкладывается в коммерческое ПО. В результате компаниям становится невыгодно поддерживать свои операционные системы, как там, не знаю, единый продукт. Это становится дорого, и проще коллаборировать на эту тему, это резко снижает косты. Я имею в виду больших вендоров. Во-вторых, работа в фулл-тайм-сообществе это давно фулл-тайм. В open-source сообществе это давно фулл-тайм. Есть вендоры, которые работают над open-source сообществами, и, как правило, это не один вендор, а несколько, и они вынуждены как-то между этим делом конкурировать и думать, соответственно, что происходит. И при этом это отчасти хорошо, потому что в эти вендоры неизбежно по мере появления денег в этих областях приходят люди из интерпрайза, и они уже умеют говорить на нужном языке. Open-source сообщество, чтобы понимать просто, что это такое, состоит из энтузиастов, представителей вендоров и представителей больших игроков, использующих технологию. Последних двух там сильно больше, чем первых, но первые имеют серьезное право голоса. И это забывать не надо, как минимум, потому что, как правило, это люди, которые начинали эти проекты. И с этим сообществом поэтому надо уметь взаимодействовать. Что это такое? Во-первых, если вы взаимодействуете с вендором коробки, я думаю, что они откроют тут никаких откровений, секретов. Часто бывает, что в энтерпрайзе это очень любят. Сломался Oracle, вы нашли какую-то редкую багу и так далее. Звоним в Oracle, Oracle присылает специального человека на самолете, который накатывает патч в течение каких-то часов. В рамках специальной поддержки это работает на бумаге вот так. По факту вы можете оказаться с точки зрения Oracle не очень критичным клиентом, и он начнет как бы вала крутить на этом месте, и тоже многие на это наталкиваются. Но вот в идеальном мире это так, и все думают часто об идеальном мире. И, собственно говоря, один из бонусов это то, что человек, отвечающий за эксплуатацию очень критичной системы, он может размазать с вендором ответственность. Схемы размазывания ответственности по вендорам бывают потрясающими. Никто ни за что может не отвечать и происходить удивительные вещи. Опять же, не мне вам рассказывать. Как взаимодействие с open-source вендором происходит? Вендоры, естественно, пытаются изображать из себя коробочных вендоров и пытаться предоставить, что вот, ребят, мы вам тоже патч накатаем в течение 24 часов. Я там в постгрейской мире знаю много таких вендоров. Есть такие, которые это действительно делают, их два в этом мире, а есть такие, которые обещают, но как бы неважно, в общем, короче говоря, они есть. Но по факту надо понимать просто вот внутри себя, что это некоторый обман трудящихся. По той простой причине, что за 24 часа проводка такого изменения через сообщество не бывает. Это занимает 2-3 недели, если это очень критичный баг. И если вы на это соглашаетесь, вы понимаете, что это изменение, которое вам уже сделали, оно ложится на поддержку этого вендора, а не совсем не сообщества. И черт его знает, хватит ли у него ресурсов, и что он вообще при этом может гарантировать. Что это может никогда не попасть в ядро. И в этой ситуации вы рискуете, лишаетесь главных преимуществ опенсорса. Вот эту разницу надо очень четко понимать, и поэтому как бы со стороны интерпрайса очень важный эволюционный тренд, что народ начал понимать свою ответственность за эксплуатацию. То есть там, например, Amazon присылает огромное количество своих инженеров на постгрейсовые конференции, чтобы они, во-первых, объясняли людям свои потребности, чтобы репортили баги, чтобы сами учились там что-то делать. То есть здесь как бы на смену такой традиционной сертификации, с вами, что у меня есть бумажка и все, мы все умеем делать, приходит такой более интенсивный способ обучения, рассчитанный на больший энтузиазм со стороны сотрудников. Опенсорс-сообщество при этом часто склонно к жизни на облаке. Нужна ли какая-то фича, может обсуждаться вечно. В то же время я могу назвать там не один десяток штук, которые резко пошли по скорости, ну набирать скорость разработку в постгрейсе, потому что интерпрайс мирами заинтересовался. И таких фич не одна, не две, а очень много. Раньше можно было сказать, что мы хотим изобрести такой функционал в постгрейсе, потому что он есть в Oracle, написать это в рассылку. И как бы это гарантия, что дискуссии утонет. А нафига нам Oracle, там найдется 2-3 идеологически подкованных человека, которые не любят любой пропитарный софт, и на MacBook ставят Linux. И вот, и все. А если мы объясняем, что, извините, вот ребята, у нас есть банк, который привык работать на Oracle, у него есть такие бизнес-процессы, или там телеком. И для этого ему нужно вот это, потому что без этого нет. И в результате появляется role-level security, появляется мандатный доступ и очень многие вещи. Это большой шаг вперед, хотя еще, конечно, недостаточный. Ну и в завершение хочется сказать, что будет дальше, с моей точки зрения. Операционные системы показали, что эта коэволюция дает потрясающие результаты. То есть мы все видим этот результат уже. И сейчас, например, на базах данных мы наблюдаем ровно ту же самую ситуацию. То есть сейчас и MySQL существенно хорошо стала развиваться. У них просто как бы точка старта такая довольно сложная была, исходя из разных исторических предпосылок. И сейчас они достаточно быстрыми шагами и с помощью титанических усилий двигаются в сторону нормальной базы данных и простой базы данных, которая как бы не очень хорошо работает. В принципе, я не идеологически мотивированный человек в данной ситуации. Я не считаю, что Open Source должен внезапно завоевать мир. Конечно, да, прикольно, что Microsoft теперь будет SQL Server на Linux. Но это, конечно, хорошо. Но не то, чтобы я как бы желал зла Microsoft. Опять же, там, Билл Гейтс с детишком помогает. Но просто этот мир Enterprise никогда не будет другим. То есть, например, я совершенно не удивлюсь, если в течение ближайших лет мы увидим снижение цен на Oracle просто потому, что мир изменился. Так же, как в свое время снижались цены на операционные системы. И, в общем, наверное, это хорошо. И Enterprise мир и Open Source мир делают довольно много, чтобы это стало какой-то реальностью. Спасибо. У нас, наверное, на пару вопросов еще есть или уже нет времени? Нет, у нас есть как раз время на несколько вопросов. Мы специально его оставили. Спасибо большое за доклад. Я не ошибся, сказав, что будет немножко философским. Ну, пусть не философским, но с хорошим концептуальным основанием. Мне очень интересно было слушать. И главное, с выходом в конце, в конкретику. Так, коллеги, ну что, готовы пообсуждать такую тему? Кому микрофон? Поднимайте руку, вам передадут. Добрый день, спасибо за доклад. Было очень интересно. И возник только вопрос. Как выбирать продукт, чтобы потом не влететь на такую штуку, когда Open Source переходит в Enterprise? В смысле… Когда кто-то выкупает твой продукт, на котором ты сидел бесплатно и думал, что ты не будешь ничего делать. Это хороший вопрос. Ну, во-первых, не надо думать, что будешь сидеть бесплатно и ничего делать. То есть, как бы это бывает редко. Все равно что-то придется строгать, естественно. Во-вторых, имеет смысл смотреть на то, как устроено сообщество и разбираться в типах лицензии и тому подобных вещах. Ну, хотя бы на каком-то начальном виде. На самом деле, вот я думаю, что надо предложить Олегу в какой-то момент кого-то попросить сделать серьезный доклад с обзором разницы лицензии, разницы сообщества и так далее. И дальше вот мы можем несколько сообществ, например, сравнить. Вот MySQL стоило очень много очков тот факт, что они попытались проводить всю разработку MySQL через одну коммерческую компанию. И закончилось это тем, что эту компанию один раз продали, другой раз продали. и в результате она попала в такой интерпрайз, что дальше некуда. То есть, если там сравнивать, например, с постгрессовым сообществом, оно максимально плоское, и там специальная работа проводится для того, чтобы она не зависела от одной компании. Если вы видите, что сообщество заботится о том, чтобы была какая-то независимость, это хороший признак на самом деле. Но при этом тоже как бы не панацея, то есть риски всегда есть. Потому что, да, с одной стороны мы независимы от одной компании, с другой стороны какой-то контроль со стороны интерпрайза, так скажем, должен быть. Должны быть вендоры, которые занимаются реальным внедрением чего-то куда-то. Потому что, как еще один пример мы видим, например, FreeBSD, где с такими вендорами туго, да, и в результате там господствуют идеологические люди, которые драйвят это сообщество абсолютно независимо ни от чего, прекрасно, там нет никаких, я думаю, шансов, что FreeBSD когда-нибудь станет платной операционной системой. В том числе потому, что они просто имеют какую-то свою удивительную идеологию и нет никакой гарантии, что эта операционная система не двинется в каком-то очень странном направлении, что тоже пару раз случалось. Мой ответ, что надо изучать, как устроены эти сообщества. Спасибо. Здравствуйте. Большое спасибо за доклад. Иногда бывают такие ситуации, когда какая-нибудь крупная компания, коммерческая, вкладывает деньги в какое-то open-source решение, не потому, что оно им нужно, а потому, что хотят поставить какую-то галочку, мол, как бы мы поддерживаем open-source, все круто. Люди начинают использовать этот open-source, ну как бы, когда донатят деньги крупные компании, и потом в какой-то момент им как бы уже я пиарюсь, не нужно, и все, и получается, находится либо новая компания. Вот, и как бы тоже такая ситуация получается. Или еще обратная ситуация, например, какая-то компания тоже коммерческая выпускает свой open-source якобы продукт, который она тоже не использует, но просто пытаясь как бы создать некий резонанс в сообществе. И в итоге много людей этот open-source продукт начинает использовать, и в какой-то момент это все перестает быть нужным. Иногда вообще складывается такое впечатление, что лучше не связываться с какими-то open-source проектами, где есть такой, только одна вот заинтересованная крупная компания, которая туда вкладывает деньги, вот. Ну вот тоже, ровно то же самое, что на предыдущий вопрос я говорил, да, что изучайте структуру комьюнити, это полезно, хотя бы на каком-то уровне, потому что если все зависит от одной компании, которая явно стремится на IPO, это сразу должна лампочка зажечься, что что-то будет не очень хорошее, или она уже на IPO, например. Вот, то есть как бы, ну часто люди, да, разрабатывают open-source, чтобы повесить свою капитализацию какую-то. Часто, наоборот, это бывают очень хорошие продукты, потому что люди понимают, что они имеют хороший ценный продукт, но они не тянут разработку, да, вот, например, насколько я понимаю, Яндекс очень много ценных продуктов, таким образом open-source, просто чтобы им кто-то тоже пользовался, и расширялась как-то эксплуатация их, и участие там сторонних разработчиков. Да, ответ все тот же. Несмотря на страх, нужно изучать, как работает комьюнити, и доверять своему комьюнити, там, съездить на конференцию, посмотреть на то, как эти люди выглядят, вот, на таком уровне. Спасибо. Здравствуйте, спасибо за доклад. Меня зовут Александр. Вопросик такой, вот, мы сейчас сравнивали, ну, в основном, много примеров вы приводили именно для сравнения после 40, да, как пример open-source продукта и пример, там, enterprise какое-то решение. Значит, вопрос возник в следующем. Ведь кроме стоимости лицензии, действительно, стоимость лицензии, это, там, огромное различие между ними, между двумя этими системами. Но есть еще такой фактор, как качество системы, как функциональность системы, имеются в виду, с точки зрения использования разработчиками, которые как раз-таки в интерпрайзе, при наличии большого количества клиентов, вы, кстати, тоже об этом говорили, да, как раз и двигают ту самую функциональность и качество системы. То есть, если сравнить в этом плане Oracle и Postgres, вот вы привели хороший пример с теми же самими инверс-индексами, да, в Oracle, они действительно есть, они действительно нужны, они требуются в очень узком количестве задач. Они там требуются, да. Они там действительно требуются, да. Это ни в коем случае не плохо, это хорошо, потому что ни в коем случае не мешает другим там индексам использоваться. Вот вопрос такой, а если в интерпрайзе понятно, кто двигает этот прогресс и функциональность, да, понадобилось кому-то инверс-индекс, ну, хорошо сделали, понадобилось кому-то там то же самое партиционирование в Oracle, или за две версии сделали и развили до там автоматическое добавление партиций, то кто двигает этот прогресс и функциональность в open-source? Точно так же. Точно так же, только пока что этот процесс все-таки, ну, если опять же говорить за Postgres, он долгое время пробуксовывал, сейчас только набирает обороты, то есть сразу выясняется следующее, что как появляется большой заказчик, которому что-то очень нужно, очень часто он занимается и донейшеном на развитие таких вещей, и в то же время он располагает людскими ресурсами, которые это тестируют и которые с ним плотно работают. Я вот просто насчет Postgres, я здесь могу привести весьма конкретный пример, у него есть некоторые проблемы работы с большим количеством оперативной памяти, то есть те, которых в Oracle уже нет. И сейчас вот Amazon RDS, собственно говоря, столкнулся ровно с этой проблемой, и я просто наблюдаю, какой фидбэк они провозят, как они предоставляют, собственно говоря, свои ресурсы для тестирования этого дела, для тому подобных вещей. То есть на самом деле, кто платит, тот заказывает музыку, это верно тоже в том числе и для open-source бас. Другой вопрос, что, естественно, все немножко тянут одеяло на себя, да, то есть у одного вендора такой заказчик, он хочет вот это в первую очередь, у другого вот этот в первую очередь, и тут, конечно, некоторая демократия возникает, да. Но это как бы не так плохо, некоторые вещи из-за этого лучше получаются. Ну, понятно, то есть получается ситуация ровно такая же, как с Enterprise, да, то есть как в Enterprise заказывают музыку наиболее платежеспособные заказчики, так то же самое они делают и в open-source. Хорошо, а вот если в Enterprise очередь из задач выстраивается, ну, собственно, она одна, да, и ее контролирует там очень ограниченный круг людей, то в том же сообществе open-source кто это контролирует? Зависит от сообщества. Обычно есть какие-то люди, которые это контролируют, да, то есть в Linux, например, в значительной степени у них система очень иерархическая, и в конце концов вот есть у Rolls, который это что-то решает, да, на эту тему. Что будет, когда он там достигнет серьезного пенсионного возраста, никто не знает, и в этом какой-то риск есть, но я думаю, что на текущем этапе, в общем-то, сообщество слишком большое, чтобы это там, не знаю, внезапно-то как-то прекратилось. В Postgres есть так называемый core team, да, то есть это люди, насчет которых сильно заботятся, чтобы они не работали все одновременно в одном вендоре, и это люди, которые на самом деле не принимают решения, они следят за порядком и за соблюдением коллегиальности принятия решения. Пока что это работало, и работало хорошо. Сейчас по мере того, как вот эти запросы от Enterprise приходят со все большей конкуренцией, на самом деле иногда это сбоит. И сейчас как бы ведутся дискуссии, каким образом лучше это улучшить, чтобы, соответственно, расставлять вот эти вот приоритеты более правильно. Но, с другой стороны, я не вижу тут принципиальной разницы, опять же, с Enterprise, потому что посмотрите, сколько вице-президентов по технологии Oracle. Ну, то же самое. Можно еще один вопрос? Вы знаете, у нас уже нет больше, к сожалению, времени на вопросы, но вы можете поблагодарить докладчика. Спасибо.